Доброе утро, СтопГейм! В эфире Линфакт! Неугасающая Фортнайт даже под конец 2020-го не оставляет новостные ленты в покое и колышет их не только внедрением диковинги трассировочной, но и очередным пробросом касательно тяжб судебных. Да, снова Эпик и Эппл, и снова открытая концовка. Судья Ивона Гонсалес Роджерс, которая занимается разбирательствами, не решилась взять на себя ответственность по такому крупному делу. Чтобы закрыть дело по возможности справедливо, она хочет привлечь к суду присяжных. А это, в свою очередь, еще сильнее натягивает и без того наскучившую всем лямку. Судья называет грядущий суд увлекательным. Она отмечает, что Эпик прекрасно знала, что добавление платежей Фортнайт в обход Эппстор окажется нарушением правил Эппл, но все равно ввела эту возможность. И, судя по сказанному, судья склонна принять сторону Эппл. Сам суд стоит ждать не раньше июля 2021-го. Вот тогда-то мы и вызнаем, кто был меньше прав, а кто больше жаден. Давайте я начну с цитаты. Принадлежит она Эдмунду Макмиллену, создателю The Binding of Isaac, и касается очередного последнего-распоследнего дополнения к игре Repentance. Такое огромное, такое новенькое и такое насыщенное, что предыдущие апдейты выглядят как приквел. Здесь больше возможностей, улучшений и новых секретов. Слишком много секретов. Чем у большинства игр бывает в официальных сиквелах. Изначальная концепция дополнения подразумевала аккуратную имплементацию фанатского дополнения Anti-Birth со всеми его новыми предметами, уровнями и механиками. Разработчики связались с энтузиастами и совместно с ними принялись делать из этого материала официальное дополнение. Да и заигрались. Свыше 130 новых предметов, сотни противников, 25 боссов, добавят двух новых играбельных персонажей, пять новых испытаний и сотни достижений, которых в этой игре, как ведется, много не бывает. Добавят полный альтернативный путь с новыми главами, новым финальным боссом и новой концовкой. А сверху больше 5000 свеженьких вариантов дизайна комнат. Угорели. По словам Макмиллена, дополнение уже сейчас готово на 90%. Со второй половины октября начнутся регулярные посты с подробностями. И, наконец, до конца 2020-го дополнение собираются выпустить в продажу в Steam. Версия для консолей обозаведется подробностями позже. Даниэль Вавра, создатель Kingdom Come Deliverance и первой мафии, успел раскритиковать ремейк своего гангстерского детища еще на этапе анонса. Теперь, вникнув в суть, самостоятельно поляпав клавишами, разработчик пришел к выводу, что плохо не совсем все, есть и несколько положительных моментов. Так, Вавра отметил приятную его уху озвучку, в частности чешскую, похвалил ответственного режиссера и актера, сыгравшего Томми Анджело. Похвалы также заслужила и визуальная сторона проекта. Реконструкция города и, в целом, работа по вовлечению игрока в Великую Депрессию Америки 30-х годов при помощи радиопередач, разговоров и газетных статей пришлись отцу серии по душе. Оглядываясь назад с высоты прожитых, Даниэль Вавра и сам был бы не прочь поменять некоторые моменты в игре. Так, например, он обозначил похвальное углубление в историю Сары, чего и на его взгляд не хватало оригиналу. Как не хватало оригиналу и большего вовлечения в судьбу главного антагониста игры Марко Морелло, чего, впрочем, не нашел он и в ремейке. Новая порция критики, в свою очередь, касалась нереалистичной на его авторский взгляд физики автомобилей, затянутых перестрелок в укрытиях и определенных сценарных перемен. Например, предсмертные слова Сэма, как говорит Вавра, лишают истории изначальной морали, что вкладывал в нее сценарист. Как бы то ни было, мы уже успели сложить собственное мнение об игре. Развернутый видеообзор Ивана Лоева ищите на нашем сайте. Ассасины, ассасины! Юбисофт порадовала свежим сюжетным трейлером грядущий Assassin's Creed Valhalla. Главный герой или героиня, викинг Эйвор, покидает родную Норвегию и зачинает свои ассасинские дела с местными королями и другими историческими личностями в средневековой Англии. Моральной подоплеки ради в сценарии будет сквозить брат Эйвора Сигурд. С его помощью главный герой сможет почувствовать себя средневековым человеком-пауком, мечущимся между долгом перед родственником, делами личными и желанием обрести славу да справедливость, собственно, на земли саксонские привнести. Полную версию трейлера традиционно отыщите в описании к выпуску. Стала известна комплектация расширенного цифрового издания ремейка Demon's Souls для PlayStation 5. Помимо слитой ранее косы жнеца, которую получат все предзаказавшие игру в PlayStation Store, делюкс игроки обзаведутся и другими внутриигровыми предметами и плюшками, существенно облегчающими быт фэнтезийного демоноборца. Броня, оружие, щит, кольца и куча душ в довесок. Игра входит в стартовую линейку PS5 и выйдет день в день вместе с ней 12 ноября. В России, соответственно, 19-го. Destruction All-Stars была анонсирована критически невзрачно. Хотя сама игра выходит в стартовой линейке PS5 и будет красить вечера первым обладателем next-gen от Sony. Наконец, время пришло, и разработчики объяснили, что из себя представляет их игра, как в неё играть и чего ожидать в будущем. Destruction All-Stars — это международное состязание гонщиков с оговоркой «на выживание» и, судя по всему, без правил. Как Кармагеддон. А уже в отличие от Кармагеддона, здесь нам предлагают прямое управление конкретным персонажем, помимо уничтожаемой тачки. После потери средства передвижения битва не заканчивается, и наступает время для паркура. Новая задача — поскорее угнать машинку другого игрока, пока не угодил под колёса. На выбор предлагается ростер из 16 персонажей, каждый со своими способностями. Отдельно для персонального паркура использования и отдельно для автомобиля. Одни становятся невидимыми и незаметно угоняют чужие машины, другие могут на время стать неуязвимыми, третьи могут отправлять посылочки для друзей и недругов с бонусами и дебафами в стиле Mario Kart. А гоночные способности — это, например, выдвижные лезвия, ракетные ускорители или призыв массивного щита, который соперникам не пробить. Подразумеваются и сетевые зарубы, и одиночные режимы. После релиза игру планируют поддерживать, выпуская бесплатный дополнительный контент с новыми героями, тачками, игровыми режимами и косметикой. Предположение о косметике и не предположение вовсе. Состав расширенного цифрового издания игры также был оглашен, а даривать игроков будут скинчиками, баннерами, аватарами, танцевальными эмоциями и внутриигровой валютой. Раз линейка стартовая выйдет 12 ноября, 19-го доберется до нас. Стоить это счастье будет 5,5 тысяч рублей. Этот выпуск инфакта подходит к своему завершению, но fear not! На stopgame.ru найдется чем развлечь вас сразу после прощания. Рекомендация дня! Глеб Мещеряков погрузился в пучину постапокалиптического безумия Wasteland 3 и выдал свое компетентное и взвешенное в формате видео обзора. Приятного изучения, хорошего дня! Рекомендация дня! Продолжение следует...